Друзья, всем привет! Каждый из вас, наверное, будет последить за доминками смартфонов, которые выходят каждый год. Каждый год новые технологии и качество сборки. Сегодня у нас будет подборка смартфонов, которые выйдут в 2022 году. С вами Афатайм, ссылка на мой канал в описании, и мы начинаем. Поехали! Друзья, сейчас самое время покупать подарки к праздникам, а не переносить все на последний день. Кстати, вы видели, какие сейчас скидки в Алиэкспресс? У них началась новогодняя распродажа, скидки на все до 70%. Я уже купил подарки своей семье с помощью горячего кэшбэка. Что? Вы не знали об этом? С 6 по 9 декабря в Letyshops действует тройной кэшбэк на покупки в Алиэкспресс до 15%. Активировать горячий кэшбэк можно с главной страницы. Выбираете Алиэкспресс, переходите в магазин и совершаете покупку. Если с обычным кэшбэком вы получили бы, например, 100 рублей, с трехкратным кэшбэком вы получите уже 300 рублей. При этом количество активации ограничено. А что насчет электрокара Тесла? И про это вы не слышали? Делая заказ на 25 долларов на Алиэкспресс с кэшбэком от Letyshops, можно получить билет на розыгрыш белой Теслы и других призов. Напомню, чем больше билетов, тем больше шансов выиграть. Все детали смотрите на сайте или в приложении Letyshops. Регистрируйся в Letyshops, собирай билеты и участвуй в новогодние распродажи со скидками до 70% на Алиэкспресс. Ссылки в описании. Погнали дальше. Samsung Galaxy S22 Первые слухи о будущем флагмане корейской компании уже просочились в прессу. Доверять им пока очень сложно, однако среди них есть весьма любопытные моменты. Первое. Все смартфоны серии Galaxy S22 будут тоньше своих предшественников и обладать чуть меньшими экранами. Второе. Новые топовые мобильные процессоры Exynos 2200 и Snapdragon 895, в зависимости от рынка. Судя по всему, смартфон получит лазерный автофокус без ТОВ-сенсора. Пока неизвестно, когда именно Samsung покажет свою новую флагманскую линейку. Некоторые инсайдеры утверждают, что эта пройдет уже совсем скоро, буквально в начале января. Xiaomi Mi 12 и Mi 12 Ultra. Первые рендеры грядущего флагмана Xiaomi уже успели светиться в сети. Новинки сулят под экранную камеру, изогнутый дисплей с поддержкой технологии LT Pro и возможностью менять частоту обновления с шагом в 1 ГГц до 120 ГГц, в зависимости от текущих потребностей. Также в сети говорят о невероятной скоростной 200-ваттной проводной зарядке и беспроводной 120-ваттной зарядке. Причем эти фишки не будут портить аккумулятор, что прям максимально круто. В плане дизайна 12 Ultra напоминает предыдущие 11 Ultra и также Mi X4. Если верить изображениям, устройство будет оснащено под экранной камерой и дополнительным дисплеем на задней панели, который можно использовать в качестве видеоискателя, если делать селфи на основную камеру, и также для чтения уведомлений. Huawei P60 и P60 Pro. С учетом того, что пока даже Huawei P50 Pro еще не вышел в свет, говорить о 60-ке пока рано. Однако можно быть уверенным, что смартфон будет выпущен назло любым американским санкциям, а вот каким он будет, пока сказать сложно. Вполне вероятно, что мы увидим на нем новую версию Harmony OS без встроенных сервисов Google, что прям, конечно, максимально печально. Спасти репутацию Huawei P60 и особенно P60 Pro без поддержки 5G уже не сможет не очень крутая основная камера, как бы качественно она в принципе не снимала, не особо продвинутый экран. Причем даже если под него у китайца получится спрятать фронтальную камеру так, чтобы она продолжала качественно снимать и не просвечивала через матрицу. В общем, ситуация крайне печальна. Apple iPhone 14. Аналитики уже давно говорят о том, что именно яблокофон с номером 14 обещает стать по-настоящему прорывным смартфоном компании. Речь идет о внедрении экранов с частотой обновлений 120 Гц. Осенью 2022 года снова выйдет сразу 4 айфона, но на этот раз в модельном ряду будут смартфоны не трех размеров, а двух. Приемника iPhone 13 сменей в этом поколении, к сожалению, не будет. Вместо него мы ожидаем iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и, конечно же, iPhone 14 Pro Max. Другое нововведение, на которое обратит внимание каждый второй — iPhone лишатся моноброви. Вместо нее в экране будет отверстие с фронтальной камерой, а система датчика PSD перейдет под дисплей. Еще ходят слухи, что новый iPhone наконец-таки перейдут на Type-C, но вот в это верится, конечно, с очень большим трудом. Хотя после того, как iPhone научились снимать в ProRes, потребность в новом стандарте значительно усилилась. Из неочевидных для России плюсов устройство серии iPhone 14 будет поддерживать Wi-Fi 6-го поколения. Это были все новинки, предстоящие в 2022 года. Если хочешь узнать еще больше информации, то подписывайся на канал и, конечно же, не забывай подписываться на канал AutoTime по ссылочке в описании. Не пропускай новое видео. Всем удачи, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok